Очередной прием граждан по личным вопросам провела временно исполняющая обязанности главы госадминистрации Бендер Лада Дилибалт. Законность жилых построек, возведения детской площадки, предоставления прописки. На этот раз за помощью городским властям обратились трое бендерчан. Алексей приходит на прием к руководству города не в первый раз. Ранее власти поддержали идею о постройке детской площадки. Было выбрано место для строительства сквер по улице Тимирязева в микрорайоне Шелковый. В ближайшее время на место отправятся специалисты госадминистрации, чтобы обсудить план детально. Наш сквер будет более завершенным и более уютным. Тем более он расположен внутри домовой территории, то есть по бокам находятся у нас жилые дома, многоэтажки. И соответственно эта площадка будет востребована большим количеством детей. То есть у нас там на этом месте достаточно большой жилой комплекс по Тимирязево. Поэтому я думаю, что это будет интересно для всех. И для тех, кто будет гулять просто по скверу, и для мам, которые будут гулять с детьми. Пенсионерка Алла Константиновна обратилась к городским властям с просьбой помочь ей узаконить гараж. Предыдущие его владельцы умерли. Спустя десятилетия женщина обходит все инстанции в поисках выхода из ситуации. Лада Делебалт объяснила, что вопрос о подтверждении права собственности глава города не решает. Пенсионерке было рекомендовано обратиться в суд. По своим правомучиям госадминистрация в последние десятилетия не обладает правом выдавать документы с подтверждением права собственности. То есть это не наше рассмотрение, рассмотрение не подведомственно нам. Поэтому было рекомендовано изначально в письме, было рекомендовано обратиться в определенные инструктуры, которые именно правом очень давать этот ответ. Более того, установление собственности вот в данной ситуации принадлежит суду. Также на приеме рассмотрели обращение жительницы Бендер. Ольга живет в городе недавно, просит разрешить ей прописаться. Женщине объяснили, что для предоставления прописки по законодательству необходимо прожить в городе как минимум пять лет. Александр Кожухарь, Екатерина Чеботарь, Иван Зелинский, Первый Приднестровский телеканал.